Возможно, вы слышали о группе под названием «Неопределённая армия»? Нет? Ну тогда сейчас я расскажу вам небольшую историю о весёлом и дружелюбном на первый взгляд комьюнити в Роблокс, за которым скрывались по-настоящему страшные вещи. Итак, ранее была такая довольно популярная военная группа под названием «Неопределённая армия». И что бы это ни значило, я был частью этой группы. Мне нравилось проводить время с этими ребятами. Было по-настоящему круто и весело, пока они не сделали игру под названием «Прорыв». Я присоединился к ней, потому что думал, что это будет интересная ролевая игра. Боже, как я ошибался. Во-первых, это был явный плагиат на SCP, со всеми монстрами и сущностями, но я особо об этом не задумывался, потому что люди постоянно копируют уже популярные игры. Ну давайте не будем углубляться в моральную составляющую плагиата и перейдём к тому, что же именно происходило в самой игре. Группа людей готовилась к тестированию что-то вроде класса D в SCP. До тех пор, пока не прозвучал громкий и надоедливый сигнал тревоги, субъект 834 и другие люди сбежали. Сообщите на главные палубы. Я ничего не знал о планах группы и, чёрт возьми, не имел понятия, что такое главная палуба. В любом случае, охранники говорили держаться подальше и не приближаться к ним. Тогда я начал бродить по комплексу в поисках других людей и случайным образом наткнулся на другого человека, который выглядел бледным. Я услышал звуковые эффекты кашля. Он был явно болен. Охранник отвёл его в другую комнату. И больше его никто не видел. Субъект 984 заражён вирусом 980. Я думал, что военные тестировали на заражённых какие-то препараты и разрабатывали химическое оружие, способное уничтожить всех заражённых, распылив в комплексе газ. Странный боевой план, подумал я. Ну да ладно. И тут я слышу голос одного из военных. Он подозвал меня к себе, надел на меня наручники и меня отвели в какую-то комнату, где начали задавать вопросы о моём здоровье. Они вышли за чем-то и привезли тележку с пробирками. Я понял, что ничего хорошего для меня ожидать не стоит. Поэтому я попытался выйти из игры. Но меня привлёк один знак в углу комнаты. Это был знак, который я видел в комнате нашей школьной медсестры. Я был слишком напуган и рассказал об этом родителям. Но мне никто не верил. Я до сих пор не знаю, что это был за эксперимент. И при чём здесь наша школьная медсестра. Но я знаю, что этот режим был удалён, а группировка распущена. С тех пор я стараюсь обходить стороной подобные группировки и медицинский кабинет в школе. А если вам понравилась эта история, жду от вас не менее 100 лайков. И только потом я выпущу новое, ещё более зловещее видео.